Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка, да! Дорогие друзья, гости и подписчики канала, рад всех приветствовать! Перед началом ролика призываю вас подписаться на канал, написать комментарий, поставить лайки и распространите это видео. Посмотрите предыдущий контент, залетите на канал, это будет не безинтересно. Сегодня я приехал и нахожусь в Ленинградской области, на кладбище брошенных детей и подростков. Откуда я узнал про это кладбище? Мне написала подписчица, она живет сама в Ленинграде, Санкт-Петербурге. И она уже давно, это старое кладбище, во-первых, она уже давно знала про него и написала, чтобы я отснял видеоролик на память. Почему? Потому что эти дети это либо сироты, или у них родители погибли просто в свою очередь, и соответственно погибли и они. Потому как я говорю, что дети, они не умирают в раннем возрасте, они погибают. Вот для этого я здесь нахожусь сейчас. Ленинградская область, кладбище брошенных детей и подростков. Это не безинтересно. Мотор пишет для вас, я здесь. И этого достаточно для того, чтобы начать с вами наш сегодняшний ролик. Поехали смотреть. Начнем с более свежего захоронения. Кладбище, еще раз говорю, старинное. Дети-сироты или у детей и подростков погибли родители. Чернюк Андрей. 81-2006. 25 лет. Молодой парень. Соответственно. Но здесь будут захоронения до 30 лет. Максимум. Но в основном дети. Это вот самые взрослые, так скажем, молодые. Молодой человек, который будет в сегодняшнем ролике. Сейчас сразу прям будет дальше ребенок. За могилами в 90% случаев никто не ухаживает. Вот это как раз подписчица. Подписчица. Она именно волонтер. Мы делаем одно дело вместе с ней. По сути. Только я это делаю публично. А она нет. Для чего мы это делаем? Сейчас еще раз скажу последнюю реплику. Приходя на кладбище, соблюдайте чистоту и порядок. И уберитесь хотя бы у своих родственников на могиле. Или у своих близких и знакомых. Если есть такая возможность. Если есть время хотя бы какое-то на это. Все. Продолжаем дальше съемку. Никитина Наташа. Никитина Наташа. 1972-1986 год. 14 лет получается ей было. Дорогой и любимой Наташеньки. Ты всегда в нашей памяти и сердце. Но. Этот памятник могут поставить. Понимаете. Дальние родственники. Или допустим. Даже вот если дети в детдоме находятся. Грубо говоря. Да. То им могут устанавливать памятники. Сам детдом. Там коллектив. Допустим. Да. Воспитатели. Няньки. Ну и другой персонал. Который. Осуществляет. Присмотр за детьми. А почему я вас призываю убраться сейчас. На могиле своих родственников. Потому что потом может быть поздно. Вот к чему я это. То что дорогой и любимой Наташеньки. Ты всегда в нашей памяти. И в сердце нашем. Это могут поставить дальние родственники. Могут поставить коллектив. Я говорю еще раз. Из детдома. Приюта. Ленинградская область. Кладбище. Здесь вообще в Ленинградской области. Очень много интересных захоронений. Кладбищ и так далее. И очень старинных причем. Если допустим в Московской области. В Москве мы с вами снимаем. Там есть старые кладбища. Но в основном это советских лет. То здесь даже царских времен. Я вам сейчас покажу. Детей погибших. Поэтому и называется. Кладбище брошенных детей. Потому что у них нет родственников. И они погибли. И подростков естественно. Все. Двигаемся дальше. Парень. Подросток. Ушаков Владимир. 1965-1983 год. Смерти. 18 лет ему было. В 80-е годы. Вот такие памятники устанавливали. Преимущественно. Ну, я вам как не последний человек похоронной индустрии. Хочу сказать, что это в принципе без принципа. Это хорошие плиты надгробные. Гранит, мрамор. Мальчик, 12 лет. Бородин Вася. 1956-й год рождения. 1968-й год смерти. 12 лет. 55 лет назад он умер. В возрасте 12 лет. Сейчас бы уже прошло с того момента. Получается, 55 лет плюс 12. 67 лет бы ему было сейчас. 67 лет. Но умер молодой в 12-летнем возрасте. Видите, вот могила заросшая. Здесь никто ничего не убирал. Памятник уже начинает рассыпаться. Ну, 55 лет, представьте, простоял. Еще лет 30 простоит. На мой взгляд. Здесь немножко отклоняемся от темы. Но давайте и такие тоже будем смотреть. Захоронение. Тут отец и сын. Только сын умер раньше отца. Панохин Валерий. Он умер. В 1953 году он родился. В 1959 году он умер. Соответственно, в 6 лет он скончался. И отец его, 1927 год рождения. В 1983 год смерти. 56 лет прожил, получается. А он 6 лет. Ну, все равно, отец даже 40 лет назад умер уже, получается, его. А он 64 года назад. Вот очередное детское захоронение. Я сейчас с собой немножко взял цветов искусственных. Сейчас установлю одну розочку именно этому ребенку. Было первое видео детское кладбище. Можете перейти на канале, посмотреть. Там девочка была 2 года. В Московской области я снимал это детское кладбище. Легендарное детское кладбище. Я вернулся после съемок. А. Благоустроил эту могилу. Б. Поставил ей цветы. Она даже на главном превью там. И здесь вот этот вот парень 2 года. Потому что там девочка, здесь парень. Возможно, я вернусь сюда когда-то еще. Но пока хоть так. То есть, вот взял цветочек. Сейчас я поставлю. И покажу вам заодно захоронение. Брошенный ребенок абсолютно. Без родителей, скажем так. Ну, вот насколько мне подписчица информацию передала. Ленинградская область кладбища. Сказала приедь, поснимай. Потому как для памяти. Видим, да? Могила не благоустроена. Ну, точнее как не. Она благоустроена, но она не обработана. Вот так. Вот. Сейчас. Ага. Ну и хорошо. Смотрим. Зюкин Юрий Иванович. 1937-й. Тысяча... Нет, подождите. Это не то. Вот. А, это девочка. Извиняюсь. Это девочка. Тоже 2 года. Баженова Ангелина. 1986-1988 год. Вот. То бишь, 2 года ребенку Ивановича. Кто это? В одну могилу похоронили. Может, места не было. Это было, кстати, очень принято в советские годы. 1988 год смерти. 35 лет назад она умерла. Сейчас бы ей было 37 лет. Да. Все. Цветочек я поставил ей. Установил. Закрываем, как и было. Поэтому, вот еще, да, детское кладбище первое там. Девочка. Я просто еще в Московской области на это детское кладбище приезжал по долгу работы, по долгу своих обязанностей. Мы там были. Поэтому я к ней заходил там. Посмотрите первое видео детское кладбище про детей. Детское кладбище. Там вот вы увидите ее. Я заезжал и, между прочим, мы немножко благоустроили эту могилу. Лично от себя, лично от нашей команды. Да. И еще что хочу сказать. Залетите, посмотрите диггерские проекты все-таки. Это ночь на биофабрике. Это дом ведьмы. Дом маньяка. Дом колдуна. Зайдите, посмотрите. Раньше на канале были. Это не безинтересно. Как минимум. Я вам обещаю. Друзья, очень брошенное захоронение. Посмотрите, какая трава вообще выросла. Очень старое захоронение. Аннушка Курашова. 1955 год рождения. 1960 год смерти. 5 лет. Скончалась 63 года назад. Сейчас было бы ей 68 лет. Как и тому парню. Практически. Напишите в комментариях, у кого тоже какие-то случаи были на кладбище. Кто что-то замечал. Кто что-то видел необычное. Будет интересно почитать. Напишите в комментариях. Все отслеживаем постоянно. Такая заросшая могила полностью. Задайте себе вопрос. То есть, в принципе, вы говорите. Ничего нет плохого, я вам скажу так. Чтобы прийти на кладбище и зайти, допустим, к заброшенной могиле ребенка. Вот как в данном случае. Чтобы помянуть, чтобы поставить хотя бы даже один цветок. Напишите вы когда-нибудь, когда бываете на кладбище, заходили к кому-нибудь, также к заброшенному, чужому, абсолютно вообще неизвестному там ребенку там, или просто даже взрослому человеку. Если уже очень много брошенных могил. Вот здесь практически, я вам говорю, 90% детских могил заброшены. Ну ладно, может быть 80%. Какие-то я видел. Да, действительно, кто-то дообрабатывает еще. Ну вот здесь все, погнали дальше. Погода в Санкт-Петербурге меняется даже не по часам, а по минутам. Ашихмина Анечка. 1986 год рождения, 1986 год смерти. Шестого месяца родилась, нет, четвертого месяца родилась, извиняюсь, седьмого месяца умерла, три месяца прожила, трехмесячный возраст. 1986 год рождения, 1986 год смерти. 37 лет назад. То есть захоронение этому 37 лет. Дождь начинается. Здесь двойное захоронение. Сверидов Жорик, 1963 год рождения, 1976 год смерти, 13 лет. И Чистов Сережа, 1962 год рождения, 1976 год смерти, 14 лет. Погибли в одно время, в один год, в один день, по всей видимости. Вот это Сережа Чистов, ему 14 лет, в 1976 году умер, в 14 лет возрасте. И здесь Сверидов Жорик, 1963-1976 год. 47 лет назад, 47 лет захоронению, соответственно, сейчас бы им было 61 год Сереже, и 60 лет Жорику было бы. Но одному 14, другому 13. Идем дальше. Современный памятник установлен, но захоронение уже давнишнее. Токарова Юлия, 1984-1986 год, в двухлетнем возрасте, скончалась. Получается, это у нас 37 лет назад. 37 лет назад. Памятник современный, установленный. Ну, видно, переустанавливали. Сейчас бы было 39 лет. Все захоронения, видите, не позднее, там, 20 лет, 20-летней давности, не раньше 20-летней давности. То есть, а в основном, 30-40 лет, видим, 50, да. Это кладбище старое уже. Здесь есть и царские захоронения. Сейчас, возможно, мы их и посмотрим, если попадутся. Дутов Сергей, 1977-1982 год, 5 лет. 41 год назад. Захоронение умер. Вот в 80-е годы вот такие памятники ставили. Обратите внимание. Здесь плиточка. Ну, так нормально. Благоустроенное захоронение. Овсяникова Елена. 1961 год рождения. 1966 год смерти. 5 лет. 57 лет назад умерла. Сейчас бы 62 года было. Огородникова Валентина Ивановна. 1951 год рождения. 1961 год смерти. 62 года назад умерла. В 10-летнем возрасте. Сейчас бы, на данный момент, было бы 72 года. Более полувека. Назад умерла. Ну, памятник, естественно, новый поставленный. Может быть, развалился старый или еще чего. Здесь похоронен ребенок. Но так я понимаю, что дед тоже ее похоронен здесь. Отставцев Василий Федорович. 1898 год рождения. 1978 год смерти. 80 лет прожил. И вот девочка. Гурова Леночка. 1965 год рождения и 1969 год смерти. В возрасте 4 года она умерла. Сейчас бы было ей 58 лет. А это дед ее, по всей видимости. Причем ему было 67 лет, когда она родилась. Могила была заросшая. Я немножко обломал кусты, чтобы возможно было добраться. Позняков, Костенька, 1966 год рождения, 1969 год смерти. Три года ему было. Сейчас бы было ему 57 лет. 54 года назад умер. Нержавейка, памятник. Видите, то есть, получается, 54 года памятник установлено здесь. И ничего ему не происходит из нержавейки. Даже фотография еще хорошо сохранилась. Достаточно. Закручено. Изначально было. Три года ребенку. Костик. Двигаемся дальше. Парень молодой. Голосенин Валерий. 1967-1981. 14 лет. Умер. Сейчас бы 56 лет было ему. 42 года назад умер уже. 42 года назад умер уже. Вот старинное детское захоронение тоже. Широковых. Наташа трагически погибла в 1943 году. Родилась в 1937. Один малый родился парень. 1935-й. В 1937-й она родилась. Девочка и мальчик. Значит, умерли в 43-м. Ему было 8, ей было 5. Тут вот такая еще табличка. Видите? Умерли. Умерли в один год. Трагически погибших написано. Оба трагически погибли. В один день причем. Что-то произошло. Ему 8, ей 5. Такое захоронение. Ну, брат и сестра видно. Еще одна детская могила. Самородова Тамара. 1952 год рождения. 1954 год смерти. Два года ей было. Сейчас бы было 71 год. Видите, рюмки ставим. Хотя вы пишите в комментариях, этого делать нельзя категорически. Я с вами согласен, дорогой Бочек. Вот две девушки-подростки. Подростки одной 15 лет, второй 16. Погибли в один день при пожаре. Это лайка Марина Петровна. Ей 15 лет было. Сорок, по-моему, первый год смерти. И вот Собурова Тамара Петровна, 16 лет. В один день скончались. Макаров Евгений, 1986 год рождения, 2001 год смерти. 15 лет подросток. Сейчас бы было 37 лет ему. Здесь кто-то ухаживает, убирает. Щебеночка насыпана. Все здесь цивильно. Памятник подростку Хромых Александр. 1953 год рождения. 1968 год смерти. 15 лет. Сейчас бы было 70 лет ему. На этом наше с вами видео сегодняшнее подходит к концу. Еще раз настоятельно призываю вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, распространить этот ролик и написать комментарий. Да, и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Мотор сегодня писал. Я был за пультом. Здесь вместе с вами. А от себя хочу сказать. До новых встреч. Удачи. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.